Иоанн, 13 глава. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонова Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога ишел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек?» Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чисты весь, и вы чисты, но не все». Иисус сказал ему, «Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, «Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал ему, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, «Купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал, «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. «Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, и, как сказал я Иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал Ему, «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал Ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною». Петр сказал Ему, «Господи, почему я не могу идти за Тобой и теперь? Я душу мою положу за Тебя». Иисус отвечал Ему, «Душу Твою за Меня положишь». «Истинно, истинно, говорю Тебе, не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды». Евангелие от Иоанна, 14 глава «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, Приду опять и возьму вас к себе, Чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал Ему, «Господи, не знаем, куда идешь, И как можем знать путь?» Иисус сказал Ему, «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, И довольны для нас». Иисус сказал Ему, «Столько времени Я с вами, И ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, Дела, которые творю Я, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня. А вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему сам. Иуда, не искариот, говорит ему, Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает Слово Моих. Слово же, которое вы слышали, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец своими Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал, иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, и как заповедал Мне Отец, так и говорю. Встаньте! Пойдем отсюда! Евангелие от Иоанна, пятнадцатая глава. Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь. Всякую у Меня ветви, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод, очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам. «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветви не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы в ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода. Ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенно. Сияет заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от Отца во имя Мое. Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели Меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о Мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Иоанн, 16 глава. Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказывал вам о том, не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня. И никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то Он оставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет, и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому что Я сказал, что от Моего возьмет, и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников его сказали один другому. Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу. Итак, они говорили, что это Он говорит? Вскоре. Не знаем, что говорит. Иисус, разумев, что хотят спросить Его, сказал им, о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня. Истинно, истинно, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно, говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое. И не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я ишел от Бога. Я ишел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики его сказали ему, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой, теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога ишел. Иисус отвечал им, теперь веруете? Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Иоанн, 17 глава. После сих слов Иисус возвел Отче Свои на небо и сказал, Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя, прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А Я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. Из-за них Я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих Меня послову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, И мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Евангелие от Иоанна, 18 глава. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходят туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? И мы отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это Я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это Я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, Я сказал вам, что это Я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, изблек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец? Тогда воины и тысячи начальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафи, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал к предвернице и ввел Петра. Тут раба предверницы говорит Петру, и ты не из учеников ли этого человека? Он сказал, нет. Между тем, рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот, они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, так отвечаешь ты первосвященнику. Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Анна послала его, связанного к первосвященнику Каиафе. Семно же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал, нет. А один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся и тотчас запел петух. От Каиафа повели Иисуса в приторию. Было утро. И они не вошли в приторию, чтобы не скверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им, возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. Досбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой из смерти он умрет. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвав Иисуса, сказал ему, ты царь иудейский. Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне. Пилат отвечал, разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, итак, ты царь. Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего. Пилат сказал ему, что есть истина. И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского. Тогда опять закричали все, говоря, не его, но Вараву. Варава же был разбойник. Иоанн, 19 глава. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багреницу. И говорили, радуйся, царь иудейский. И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице. И сказал им Пилат, все, человек. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни, распни его. Пилат говорит им, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли ты не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему боли и греха на том, кто предал меня тебе. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой. И час шестой. И сказал Пилат иудеям, все, царь ваш! Но они закричали, возьми, возьми, распни его! Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски, Голгофа. Там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было Иисус Назарей, царь иудейский. Эту надпись считали многие из иудеев, потому что место, где был распятый Иисус, было недалеко от города и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части. И хитон, хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жеребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собою и об одежде моей бросали жеребий. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, Жену, Се сын твой. Потом говорит ученику, Се матерь твоя. И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду. Тут стоял сосуд полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на Иссоп, поднесли кустам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Но так, как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И, видевший, засвидетельствовал, и истинно свидетельства его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит, возрядно того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафея, ученик Иисуса, но тайный и страх от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес составы смирны и алоя, литр около ста. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребает иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Евангелие от Иоанна, двадцатая глава. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала, и, когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, Жена, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего и не знаю, где положили его. Сказався, я обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, Жена, что ты плачешь? Кого ищешь? А она, думая, что это садовник, говорит ему, Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам. Сказав это, Он показал ему руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, приимите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, 21 глава. После того опять явился Иисус ученикам своим приморь тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеева, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу», говорят ему, «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь!» Симон же Петр услышал, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко было от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб, Иисус говорит им, «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три, и при таком множестве не прорвалась сеть Иисус говорит им, «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его, «Кто ты?» зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав себе, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока прибуду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие. И знаем, что истина свидетельства его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.